Всем привет, это Варлорд. Продолжаем знакомиться с наборами Супергерои по первому Мстителю Противостояния. Осталось рассмотреть последний набор из этой подсерии. Он посвящен Чёрной Пантере. Давайте начнём. Наверху коробки, как всегда, Лего Марвел Супергерои и справа видим Капитана Америка и Железного Человека. Его за способность и сборки набора от 7 до 14 лет. Его артикул 76 047 и его название на английском языке. Внизу слева показаны 3 мини-фигурки из этого набора. Это Зимний Солдат, Капитан Америка и Чёрная Пантера. Ну а основное место на коробке занимает сам набор. С задней стороны коробки показано ещё одно изображение этого набора, функция изображения этого набора и также показано то, что в него включён комикс. Давайте откроем эту коробку. Внутри у нас 3 пакетика с деталями. Наклейки, комикс и сама инструкция. Сборка набора занимает 70 страниц. После сборки идут, точнее 69 страниц. Но после сборки идут функции этого набора, перечень всех деталей на двух страницах и рекламка трёх наборов по гражданской войне. Также есть рекламка с сайта Лего Ком Марвел Супергерои. Что ж, сейчас смотрим комикс, а потом собираем. Субтитры делал DimaTorzok в канале. Ну а сейчас я соберу этот набор за одну минуту. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В этом наборе три мини-фигурки. Давайте посмотрим на каждую поподробнее. Предлагаю начать обзор мини-фигурок с Капитана Америка. Мини-фигурка в этом наборе ничем не отличается от мини-фигурки Капитана из набора Битва в аэропорту. Разве что своей головой и прической. Принтуем мини-фигурки спереди и сзади. Также вооружен Капитан Америка своим щитом, на котором, конечно же, есть принт. Также у этой мини-фигурки есть два выражения лица. Одно довольное, ну а другое озлобленное. Следующая мини-фигурка это Баки Барнс или же Зимний солдат. Мини-фигурка уже встречалась в наборе Битва в аэропорту. Она очень классная и мне она понравилась. Принты костюма есть спереди и сзади и обратите внимание, что одна рука Зимнего солдата металлическая и на ней есть отличный принт с красной звездой. Вооружен Зимний солдат вот таким вот не очень-то и привлекательным бластером. Хочу сказать, что он больше подходит для серии Звездные войны, а не для серии Супергерои. У него прическа такая же, как в том наборе и сейчас давайте посмотрим на его два выражения лица. Одно озлобленное, ну а другое нейтральное. Следующая мини-фигурка это Черная Пантера. Черная Пантера, точнее этот герой встречается в Лего не впервые. Когда-то он уже выпускался и являлся полибэгом. К сожалению, такого полибэга у меня нет и поэтому я очень рад, что наконец-то этот персонаж появился в моей коллекции мини-фигурок. Это очень крутая мини-фигурка и мне она очень понравилась. Давайте на нее посмотрим. Отличные принты есть спереди и сзади. Мы отчетливо видим части его костюма. Также обратите внимание на его голову. Принт есть и спереди, и на затылке. Ну и особого внимания заслуживает деталь, которая надета поверх его головы. На ней мы видим часть принта и уши. Таких деталей в наборе две, на случай, если вы одну из них потеряете. Аксессуаров у мини-фигурки нет. Помимо самой главной части этого набора здесь есть вот такое вот дополнение, а именно мотоцикл. На коробке сказано, что именно Баки Барнс будет на нем разъезжать. Но почему-то мне кажется, что это мотоцикл капитана и он просто дал Баки на нем прокатиться. Ну а давайте попробуем разместить сюда мини-фигурку. Мини-фигурка сидит на мотоцикле просто отлично и смотрится это довольно классно. Конечно же, этот мотоцикл может ездить. Давайте теперь посмотрим на джип капитана Америка. Выглядит он очень круто. Его основные цвета это темно-синий и черный. Давайте поподробнее на него посмотрим. Сразу видим, что сзади есть просторный багажник, куда можно разместить несколько мини-фигурок. Или же попробовать разместить сюда каким-то образом вот этот мотоцикл. Также, конечно же, спереди и сзади есть наклейки, на которых мы видим номера этой машины. И также наклейки есть с левой и правой стороны. У этого джипа, конечно же, есть четыре колеса. И он отлично передвигается. Давайте заглянем внутрь. Здесь есть, конечно же, сам руль. И, соответственно, сидение, куда можно разместить одну мини-фигурку. Почему же одну? Здесь мы видим, что выбирает вот эта черная деталь. На самом деле, это пружинный механизм. Спереди вы можете видеть вот эту вот пружинную ракету, из которой, конечно же, можно выстрелить, если надавить на эту ракету. На случай, если вы потеряете одну из ракет, в наборе есть запасная. Ракеты, как и основная часть джипа, выполнены в черном цвете. В общем, небольшой, но очень интересный джип. Идем дальше. Ну, а главное, что есть в этом наборе, это истребитель черной пантеры. Его основной цвет это черный, так же, как и костюм черной пантеры. Ну, и так же встречаются фиолетовые детали, которые отлично гармонируют с черным цветом. Ну, а теперь давайте на него посмотрим. Спереди вина удлиненная кабина пилота, прикрытая тонированным ветровым стеклом. Подняв ее, можно заглянуть внутрь и рассмотреть интерьер, состоящий из приборной панели, посадочного места и крепления для огнетушителя. Смотрим дальше. У этого истребителя просто отлично проработаны крылья. На них мы видим три наклейки с одной стороны и три наклейки с другой. Наклейки полностью копируют друг друга. Они смотрятся отлично и хорошо дополняют этот истребитель. Кроме того, если вы заметили, то под этим истребителем есть два старт-шутера, которые, конечно же, стреляют. Достаточно интересные они прикрыты и даже если смотреть на набор спереди, то их даже никак не заметить. Ну и сзади давайте посмотрим. Здесь есть что-то вроде двигателя, который почему-то выполнен в салатовом цвете. Очень эффектная и отличная модель. Давайте разместим в кабину черную пантеру. Итак, я разместил черную пантеру в этой кабине. Сейчас вы можете посмотреть, как свободно здесь размещается мини-фигурка. Подведем итоги. Вот мы и рассмотрели три набора, посвященные фильму «Первый мститель. Противостояние». Мне очень понравились эти наборы и я с нетерпением жду предстоящего фильма. У меня значительно пополнилась моя коллекция мини-фигурок. В этой серии, точнее подсерии, было очень много классных мини-фигурок. Ну и, например, эта мини-фигурка «Черной пантеры» и, конечно же, «Капитан Америка» с прической. В общем, вот такие вот интересные наборы я вам показал. Если вы еще не видели другие обзоры на наборы из подсерии, посвященные «Первому мстителю противостояния», то на моем канале вы можете найти обзоры на все эти три набора. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на канал, если еще не подписаны, и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!